Звук, как будто едешь по воде. Битумная мастика, которой заливали трещины на одесских дорогах, с приходом первых жарких дней начала плавиться. Куски расплавленного битума попадают под колеса. Тысячи автовладельцев ежедневно портят свои покрышки. Расплавленная смесь забивает протектор. Из-за этого автомобилям становится трудно управлять. Расплавленный битум наблюдают на десятках городских улиц. Но наихудшая ситуация на дороге, которая ведет в аэропорт. После проезда по такому покрытию владельцу белого авто Александру необходимо сразу же ехать на мойку. Вот эта смола, она отбрасывает на днище, на двери. Будут пятна черные. А потом они ссыхаются и остаются их оттяжелее смыть. Если затянуть мойкой, смола въедается в лак. Особенно страдают светлые авто. На них остаются желтые пятна. То есть некачественный ремонт дорог больно бьет по карману автовладельцев. Для того, чтобы вымыть автомобиль от смолы, на такой автомобиль примерно выходит гривен 800 после смолы. Коммунальщики не растерялись и применили новейшие технологии. Посыпали горячую смолу песком. Одесситы к такой инициативе, как всегда, отнеслись с юмором. Впечатление, будто ездишь где-нибудь в Абу-Даби или еще где-нибудь в каком-то песчаном городе. Дорожники удивляются и уверяют, что таких последствий ремонта не ожидали. Данный материал, который использовался для этих дел, направится в лабораторию для изучения, что могло повлиять на такую ситуацию. Дело в том, что не первый год мы применяем эти моменты и такой вид ремонта. Однако, вот в этом году почему-то, не на всех, но на некоторых участках это произошло. В областной службе автодорог предполагают, что во время проведения ямочного ремонта была нарушена технология. Работы просто решили удешевить. Подрядчик уже признал свои ошибки и обещает устранить проблему за свой счет. Нарина Щеглова, Владимир Ивжич, Телеканал Репортер.